В предновогоднюю неделю россияне более пристально, чем обычно, изучают ценники в магазинах и зачастую делают нелегкий выбор, что взять на новогодний стол. Может ли треска стоить дороже курицы? Жаркая дискуссия началась после большой пресс-конференции президента. В Росрыболовстве уверены, сравнивать эти товары некорректно, а причину высоких цен нужно искать не у рыбака. Мы получаем дикую, свежую рыбу, экологически чистую, а не ту, которая выращена на гормонах роста мяса или приправлена антибиотиками. Можно посмотреть, какая есть цена у рыбака и какая есть цена в магазине. Вот если мы берем на Ментая 83 рубля, то транспортные расходы составляют 12 рублей. Ну, это разве большие расходы? Ну, с точки зрения уже цены на прилавки, когда 200 рублей, это 5% транспортные расходы составляют, по сути дела. Конечно, все это спекуляции, накручивания. В 2017-м рыба дрейфовала в разных направлениях. Отпускные цены на сельте и скумбрию за год даже снизились, а вот треска и пикша дорожали. У рыбаков килограмм пикшей по 215 рублей, треска по 150. И, кстати, треска в тройке лидеров по подорожанию. Скромнее всего прибавил Ментай, а больше всех Камбала ценник вырос на треть. Бороться с цепочкой посредников – полдела, ведь треть добытой в России рыбы уплывает на экспорт. Заставить рыбаков развернуть потоки на родной берег бессмысленно. Улов тут же пойдет на спад. За 10 месяцев 2017-го Россия продала на экспорт 1 800 000 тонн рыбы на 3,5 миллиона долларов. Нашу треску за рубежом готовы брать по 3 доллара за килограмм. Это примерно 200 рублей. А пикшу по 4 доллара – почти 300 рублей. Конечно, рыбаки продают туда, где выгоднее, а цены в России постепенно догоняют мировые. Надо предпринимать усилия для того, чтобы больше свежая охлажденная рыба приходила и на прилавки, и на перерабатывающий завод. Те статьи, которые вступят в силу с 1 января 2019 года, они дают дополнительные стимулы тем рыбакам, которые будут привозить свежую охлажденную рыбу на берег. То есть они к своим объемам разрешенного вылова получат дополнительно 20%. Больше квот на вылов получат те, кто построит предприятие по переработке или суда, которые будут перерабатывать рыбу прямо в море. Уже 68 заявок, 28 проектов на Дальнем Востоке, 18 береговых заводов и 10 судов и 40 проектов на Северном бассейне. Это в том числе завод «Янтарь» и рыболовецкий колхоз имени Ленина на Камчатке. Четыре судна уже заложены на верфях Ленинградской области и на Выборгском судостроительном заводе. Строится предприятие и на Курильских островах. Но повлиять на цены новые мощности смогут не раньше, чем в течение ближайших нескольких лет.